Спонсор прогноза погоды Гинговид. Головный защитник судин и мозга от старения. Гарное здоровье, гарный настроение. Как поется в одной из песен, летняя пора и жизнь становится легче. Облегчит ли нам погода рабочий день 6 июня хорошим своим настроением? Об этом вам с удовольствием расскажу я Олеся Вайнер. Здравствуйте. Итак, согласно данным метеоролога, в июнь продолжают поливать территорию Украины дождями. Большая часть их придется в этот день на восточные и южные области. Однако украинцев также порадует и вид летнего солнца, которое вмиг подсушит мокрые улицы. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 20 градусов. Далее детальные погодные ситуации в каждом из регионов. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 14 до 20 градусов тепла. Начало дня здесь выдастся хмурым и дождливым. В Полтавии и Кропивницкой предвещаются грозы. На после обеда осадки стихнут и небо над регионом полностью прояснится. На юге страны термоэтры в течение суток покажут от 14 до 25 градусов со знаком плюс. В Херсоне и Одессе дожди с небольшими перерывами предвещаются с ночи и до захода солнца. В последнем утром возможна гроза. А вот в Симферополе небольшие облака покажутся лишь в обеденное время. Ежегодно с 1994 года, 6 июня в Украине, отмечается День журналиста. Трудно представить современное общество без информации и без средств ее передачи. Так что наилучшие пожелания всем репортерам, корреспондентам и журналистам. Удачи вам и побед на профессиональном поприще. И снова о прогнозах. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 10-18 градусов выше нуля. Ночью повсеместно выпадут осадки. В Ивано-Франковске дождевые тучи задержатся до утра. Ближе к полудню в регионе распогодится и местные жители смогут сполна насладиться погожим летним днем. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 10, а максимальная дневная достигнет 18 градусов тепла. В основном здесь предвещается переменная облачность в течение целых суток. Но вот в Сумах и Житомире в ночные часы возможен еще и дождь. Восток в среду омоют обильные дожди. При этом во многих восточных городах прогремят грозы. Но синоптики уверяют, что и в утренние и дневные часы солнце нередко будет показываться на восточном небосводе. Местные термоэнтеры в течение суток покажут от 13 до 23 градусов выше нуля. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть от 16 до 18 градусов тепла. А днем прогнозируется от 19 до 23. В северодонецке дождливы выдаться утро. А в Луганске и Алчевске осадки выпадут в обеденные и ночные часы. Но вот вечер в области пройдет под ясным небом. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 15 до 17 градусов со знаком плюс. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 19 и 23. Жителям славянской зонты пригодятся рано утром. В Донецке дождевые тучи заглянут ближе к обеду. В Мариуполе дождь и гроза предвещаются в середине дня. После заката небо в области станет безоблачным. В этот день наши предки почитали шиповник, который был символом молодости, красоты и любви. С этого момента, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили, шиповник цветет, румянец года ведет. Попробуйте и вы на себе волшебную силу этого растения. Не пожалеете. В Днепропетровской области после палминча ожидается 16-17 градусов тепла. В дневное время 22-23. В Павлограде предвидится лишь легкая облачность с частыми прояснениями. В Днепре и Кривом Роге серые дождевые тучи будут находиться с ночи и до заката. Вечер здесь обещает быть погожим. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 12 до 18 градусов тепла основную часть дня над Киевом будут парить легкие облака. Однако утро в городе предвещается абсолютно ясное. Осадков здесь не предвидится. Вот к такой погоде нам следует быть готовыми в среду 6 июня. Мира вам и вашему дому. Будьте здоровы и до встречи в нашей студии. Продолжение следует... ГИНГОВИД 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 ГИНГОВИД